Всем привет! Седьмой час вечера, я пришла с работы и вижу, что у нас вот такая вот движуха. Оказывается, у нас будет новый житель, а вернее жительница, собака-овчарка, типа немецкая овчарка. Девочка, которой нет еще и двух лет. С щенком она была выбракована у хозяина и отдана в добрые руки. Но эти руки оказались очень жестокими, хозяин ее избивал за то, что она ему топтала кур и в конце концов выгнал. Но доброе сердечко Элины никак смириться с этим не смогло. И она забрала его в дом к своей маме. Но там уже была собака, девочка Хаски, и вдвоем они ужиться никак не могут. И вот с разрешением мужа, пока Элина будет устраивать ее в питомник, собака поживет у нас. От прежней собаки вольер мы переделали в сарай, а вот шикарная будка из бруса с утепленной крышей осталась. И сейчас идет генеральная уборка нового жилища. Полы помытые. Общими усилиями под руководством генерала дом поставлен на место. Ну что ж, ждем и встречаем нового члена семьи, как говорится. Вон они топают по дороге. Всем помочь, конечно, невозможно. Но по отношению к этой собаке мы по-другому поступить не смогли. Если вы помните, то на этом месте, где сейчас будка, лежала у нас большая куча металлолома, который мы сдали два дня назад. С течения обстоятельств вряд ли. Все предопределено. Знакомство с главой семьи. Решили познакомить сразу двух будущих друзей. Надеюсь, что они подружатся. Сомику придется теперь делить территорию. Утро следующего дня. У нас облачно, но тепло. У меня Володя вчера засомневался вот в этой вот яблоньке. Говорит, что-то как-то по вкусу не похоже, чтобы это была антоновка. Ну не знаю, посмотрим. В том году она дала одно яблочко, но что-то, наверное, мы не поняли. Какая-то ранняя, наверное, антоновка. Вот такая шикарная лилия распустилась. Запах стоит. Питунья красавица. А я иду поздороваться с собакой. Кода. Ее зовут Кода. Имя осталось от прежнего хозяина, а ветеринары посоветовали его не менять. Вот девочка моя, молодая девочка, красавица. Вот прислонилась к моей ноге. Вот такая мордочка. Всем привет! Стрелки чеснока уже выпрямились. Вот они какие. С одной стороны они уже потрескались. Это говорит о том, что чеснок соспел. Некоторые уже выкопали, но я не буду выкапывать пока. Подожду еще недельку. А вот эти вот две чесночининки оставлю до полного созревания семян. Так называемых бульбочек. Зашла в тепличку с огурцами. Слышите, какой гул стоит? Пчелки делают свое дело. Вчера вечером набрала немножко. Буду закрывать. А пока к обеду сварю легкий супчик. А вернее щи с фрикадельками. Да, вот такая вот овощная пережарка у меня здесь жарится. Лук, морковка и перец. Пошла, нашла в огороде качанчик капусты, который можно сорвать. Он, правда, погрызан слизнями, но ничего. Зато своя, вкусная. Размораживается фаршик на баклажанчике. Все скворчит. А я купила себе новую подставку, подложку. Ту разбила, а вот эту уж мне больно понравилось. Смотрите, какой рисунок. Красивая. Вот так. Все у меня прижарилось. И теперь я сюда добавляю капусту. Да, тоже ее обжариваю. Обжариваю это все на сильном огне. Добавим к картошке черный перец и лаврушечки. К овощам в дополнение помидорку. Все это у меня пожарилось. И вот сюда вот в кастрюльку. Вот так. И следом пошли фрикадельки. Делала сама. Вот такие вот запасики всегда делаю. Даю закипеть и минут 8-10 повариться. В том году я делала вот такую чесночную крупную пасту. У меня остались запасики. Сейчас мы ее добавим в супчик. Это очень удобно. И можно в салат тоже добавлять. И свежие петрушечки. Даю еще 2 минутки покипеть. И все. Вкусные щи с фрикадельками готовы. Поеду быстренько съезжу в магазин. Кое-что нужно. А нужно мне было 2 баночки сливок, подсолнечное масло, лучок. У меня, конечно, есть свой, но мне пока его еще жалко. Молочко, хлеб и 2 баночки икры. Тысяча рублей. Ужас, а не цены в магазин. Собранные вчера вечером огурчики залила водой с утра. Побольше оставила я их за малосолю. А эти буду мариновать. И вот здесь у меня уже готовы квашеные огурцы. Вот с них-то мы и начнем. Ну, а это позавчерашняя закрутка со смородиной. Я занимаюсь квашеными огурцами, а девчонки занимаются свежими. Улыбаемся в кадр. У меня сегодня есть помощники. У меня получилось 5 баночек кислых и 5 баночек маринованных огурчиков. Время полчетвертого, я только выползаю с кухни. Молодежь уехали на рынок за мясом и решили сегодня вечером пожарить мяска на мангале. Так, кукуруза, шампиньоны, купаты, кусочек корейки, ну и сладости. Ну что ж, дела продолжаются. Маша косит сад, а я вышла доделывать клубничку. Я ее порыхлила, прикопала усики и обработала препаратом от болезни и от клещей. Сад скошен. И смотрите, как с каждым днем подрастают мои тыковки. Ах, красавицы! Потом полила обе теплички. Вечер. Молодежь уже хозяйничает около мангала. На решетках кабачок и стейки. В дополнение будет еще печеный перчик. Дениска у меня каши варит. И немного купат. Сэм близко к новой подруге не подходит, со стороны ее облаивает. А это преспокойно жует какую-то собачью вкусняшку. За таким столом грех и не выпить. Помните клубничную наливочку? Она настоялась. Мы с девчоночками ее уже продегустировали. А мужчины наши в отказе. Ох и вкусна, зараза! На сегодня все. Всех целую, люблю. Пока-пока. Вот такой шикарный вечерок. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok